Это правовая среда на канале Беларусь4. Программа «Чрезвычайная ситуация». Я, Виталий Долгий. Продолжаем эфир нашей телерадиокомпании. Самый известный литературный мошенник Остап Сулейман Берта Мария Бендер – это лишь малая часть его полного имени. Так вот, он утверждал, что знают примерно 400 относительно законных способов изъятия денег у населения. Мы уточнили в прокуратуре, насколько безобидны похождения Бендера и компании. Итог. Все отображенные ситуации – чистой воды мошенничество. В уголовном кодексе, который Бендер, кстати, обязался чтить, это 209-я статья. 10 лет с конфискации для Остапа Сулеймана и его сподручных – такова суровая реальность. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор. Отставьте топоры, вы оцените красоту игры. Тюремный быт Остапа Бендера и его шумных товарищей в книге не описан, но вполне предсказуем. И тут уже бессильно вся любовная мощь, мадам Грицацуева и даже сакраментальная. Заграница нам поможет. Не поможет. Кстати, а заграница. На прошлой неделе стало известно, как жительница провинциального городка с птичьей фамилией возгорелась за иметь очень дорогих попугаев. Африканский Жакко, если вы не знали, это последний писк моды. А для его доставки к новому белорусскому дому многих тысяч долларов. Мне жаль. Ей сообщили о том, что попугаев ей готовы подарить. Она узнала, что эти попугаи в Республике Беларусь стоят достаточно дорого. Порядка от 1000 до 1500 долларов за штуку. Ей предложили подарить три попугая. Но в то время, когда она якобы общалась, эти попугаи находились на африканском континенте. И вот сначала с небольшой суммы, увеличивая сумму под различными предлогами, покупки клетки, обеспечение документов, производство прививок этим животным, с этой женщиной начали выкачиваться средства. В общем и в целом, в далекий Камерун на счета тамошних бендеров были отправлены 6690 долларов США и проценты за пересылку онных в сумме 337 долларов. Короче, все, что долгие годы собирали на персональный рай в виде дачи. А потерпевшая, несомненно, знойная женщина, мечта поэта, как говаривал товарищ Бендер. Где среди помпасов бегают бизоны, а над бабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Впрочем, неконтролируемая любовь к денежным билетам также не сулит ничего хорошего даже столичным жителям. За годи, а точнее за 10 месяцев до официальной девальвации, иные граждане предлагают обменять купюры. Их цветной принтер готов круглосуточно работать на удовлетворение людской жадности и глупости. Подделки новых купюр уже гуляют в Беларуси. В Гомельской области таких случаев пока не зафиксировано, однако по стране подобные факты имеют место. Милиция просит граждан не поддаваться на удочку мошенников и напоминает, что новые денежные знаки в наличном обращении вводятся только 1 июля 2016 года. Никаких процессов по обмену производиться не будет. Милиция Гомельщина напоминает гражданам не открывать дверь, спросить, кто ваши визитеры и откуда они. Позвонить по телефону через справочную службу Белтелекома 109, их руководству, либо в милицию по телефону 102. Не бойтесь обидеть своим недоверием реальных госслужащих, они все поймут и дождутся результата вашей проверки. Преступники же в таких ситуациях чаще ретируются. Впрочем, и от традиционных, всем хорошо известных валют, мошенники и фальшивомонетчики отказываться не собираются. К примеру, евро и доллары стали подделывать почти в два раза больше, чем в прошлом году. На треть увеличился оборот фальшивых рублей Банка России. Гомельские специалисты Госкомитета судэкспертиз с начала этого года провели 120 экспертиз с валютой, Ну а максимум традиционно пришелся на проверки подлинности долларовых банкнот. Подлинные денежные билеты печатаются на специальной бумаге, которая отличается от офисной, и это можно почувствовать даже на ощупь. Еще одним отличительным признаком, который легко определить, легко увидеть, является наличие водяных знаков в установленных местах. Также защитные нити, которые могут находиться либо в толще бумаги, либо быть ныряющими. Хорошим признаком подлинности денежного билета является и наличие совмещающихся изображений на денежных билетах. Кроме этого, при изготовлении денежных билетов используются специальные полиграфические способы печати, например, глубокая металлографская печать. Для простого человека она ощущается как рельефное изображение каких-то элементов на денежных знаках. К слову, попугай Жако является самым говорливым животным на планете. Его словарный запас может достигать полутора тысяч слов. А потому порыв 25-летней Витковчанки с птичьей фамилией обрести пернатого друга-собеседника вполне объясним. И тут остается только одно – понять и простить. Чего не скажешь о гражданине Беларуси, госте из Витебска, который позаранее продуманной схеме с использованием поддельных документов и печати продавался плевенникам, жителям Гомельщины, не существующей мебель. Тут – недопрощение. Четыре года колонии с конфискацией имущества и выплатой ущерба потерпевшим. Примерно год назад во множестве городов и весей Гомельщины запестрели манящее объявление расклейки на столбах и заборах о супердешевой и мегакачественной мебели на самых выгодных условиях и только для вас. Люди с представителем фирмы встречались, каталоги листали и последние деньги ему отдавали. Когда поняли, что имели дело с конторой а-ля рога и копыта, пошли с заявлениями в милицию. А самого гражданина, сулившего суперцену при мегакачестве, к тому времени и след простыл. Пришлось по некоторым моментам и поломать голову, но все-таки удалось задержать в городе Витебске. Ну и в настоящее время уже и привлечь к уголовной ответственности гражданин Республики Беларусь. Мужчина молодой, который занимался этими мошенничествами. Он, житель города Витебске, приехал в город Гомель, снял квартиру, используя интернет, нашел курьеров, которые развешивали его объявления, нашел водителя, который его возил. Подозреваемый – идейный борец за денежные знаки. По словам оперативников, мужчина интеллигентный и обходительный в самом расцвете сил. Он легко располагал к себе потенциальных покупателей и просто одиноких женщин. Для пущей важности при себе имел портфель с договорами-печатями и ноутбук с прелестными картинками всевозможной мебели. Путешествовал исключительно на «служебном» авто. Он приходил к ним на встречу, обсуждали заказ, заключали договор, ставил необходимые печати, прежде чем заключить договор, предоставлял каталог, просил граждан предоставить им определенный аванс. Если люди говорили, что у них денежных средств не хватает, соответственно, шел на встречу, и граждане давали сумму, которую могли предоставить. Псевдомибельщик после задержания без утайки поведал гомельским милиционерам-следователям всю историю своей непростой витебской жизни. Вкратце, как у Ильфа и Петрова, он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. И вот очередной его в кавычках «бизнес» в Гомеле также не задался. Да, это не Рио-де-Жанейро, повторим след за Бендером. А преступные доходы оказались настолько скромны, что и вспоминать даже стыдно. Жена знала. Зато теперь есть 209-я статья с угрозой лишения свободы на 4 года и всего имущества. Впрочем, последнее и самое веское слово в этом деле скажет суд. Именно так было в деле другого мошенника, на этот раз из Гомеля. Молодой человек от роду всего 20 лет к своим годам имеет уже 10 судимостей по одной только 209-й статье. Он входил в доверие согражданам, просил купить в кредит или в рассрочку мобильные устройства и исчезал вместе с товаром. Данный мобильный телефон реализовал посредством интернета по ценам ниже, конечно, тех, за которые приобретали данные граждане. Значит, вручал он где-то порядка 200 долларов за каждый телефон. Окончательно мы определим наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Сотвободим наказание в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией его всего имущества. Да, чаще всего мы становимся жертвами собственной жадности, когда даром в случае с попугаями или почти даром в истории про мебель. Но бывает, что и милосердие, желание помочь ближнему своему оборачивается против нас самих. Не всегда, конечно, но случается, что за просьбой стакана воды для страждущего на улице стоит корыстное желание обчистить ваше жилище изнутри. И чаще всего жертвами подобных манипуляций становятся одинокопроживающие сердобольные старики. Из них совершено более 860 краж, из них более 90 краж совершено путем мошеннического вхождения в доверие к пожилым людям. Приходят пожилым людям женщины среднего возраста, представляются либо социальными работниками, либо просят попить водички, предлагают какие-то вещи купить, платочки, платья. Пока они смотрят вещи, сообщники, как правило, потому что работают по несколько человек, они заходят в комнату и начинают проверять места, где, как правило, всегда находятся пожилых людей деньги. Так было этим летом в городском поселке Костюковка. На одной из задаленных улиц частного сектора группа женщин навязчиво пыталась попасть в жилище. Примечательно, что выбирали дома только пожилых людей. Расчет делался и на сердобольность стариков, и на их отзывчивость, ну и слабое здоровье. Мол, не увидят, не остановят в случае чего. Я говорю, ой, баба, дай, что, ну, в общем, поесть, ну, это, руку, что. Ой, не, ну, дай тебе денег. Глянула, и она, это, одна, хоть уже, самая, наверное, это, ну... Сюда она нашла, да? Да, и там она уже прислала, но не нашла ничего. Ну, и наделала окрытку. В общем, они уже убежали. Пока я оболоса, вышла на улицу, я думала, ну, может, к соседям пойдут. Не пошли прямо. Я говорю, цыганка, куда ты идешь? Ну, и она сразу со слезами, да так и так, да вот у меня детей много, а это, вот что. И стала мне заговаривать, понимаете, что. Да. Я говорю, выходи, выходи. Когда я выхожу туда, у нас там такая, это, ну, как кладовочка. Одна прямо за навески вылазит. Понимаете? Я говорю, да вас вот так много. Пока что до суда не сообщается обо всех подробностях дела этих незваных и нежеланных гостей. Известно лишь, что женщины задержаны и им предъявлено обвинение. В настоящее время нам удалось задокументировать их преступную деятельность. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий данные гражданки задержаны практически с поличным. В настоящее время они арестованы. Им инкриминируется преступление по статье 205, часть 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которое предусматривает до 4 лет лишения свободы. Традиционных схем мошенничества не так уж и много. Вот разве что способы отъема денег у населения видоизменяются со временем и развитием технологий. Но чаще меняется сам предлог, благодаря которому преступники попадают в наш дом. Раньше они частенько были представителями иностранных компаний, потом работниками коммунальных служб. Теперь вот новая тенденция – социальные работники-медики. Буквально специалисты широкого профиля. И начинают их осматривать, слушать, давление мерить. То есть раздевая пожилого гражданина, когда он остается без верхней одежды, в которой не зачастую находятся также кошельки с деньгами. То есть, ну, как бы все остальные методы совершения данного рода преступления также остались. Потому что наши люди не учатся на своих ошибках. Одна из фраз литературного мошенника Остапа Бендера обреченным минором звучит для всех джентльменов удачи. Нас никто не любит, если не считать уголовного розыска, который нас тоже не любит. Ну а вам, уважаемые телезрители, желаю любите и берегите себя. В том числе от преступных посягательств. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова